Хвастать мило В школу приходили участники войны. У нас на территории было очень много их. Много было историй, чтобы запало в душу. Александра Тимофеевна Голушева жила на нашей территории. Она была медсестрой. И когда она в беретке в голубой приходила, рассказывала, как они с поля боя вытаскивали раненых, молодые девчонки, которые еще и поцелуев на губах своих не видели. Для меня это было очень хорошим уроком. То, что такие юные, практически наши ровесницы, и все встали на борьбу с фашизмом. Очень торжественное чувство, да, слез. Благодаря нашим дедам мы не только то, что одержали победу, но еще то, что мы вообще живы. Это большое им спасибо за это. У нас оба дедушки воевали на украинском фронте. Один, второй на Кубани. И вышли из войны с сержантами, кажется. Вернулись. Один дошел до Чехии, другой тоже где-то там был. До Берлина не дошли, но все поучаствовали. И, слава богу, вернулись живыми. Прадед воевал. Но он, к сожалению, не вернулся. Он прямо там 1945, сейчас скажу, в начале июня. Долгих лет жизни. Прям спасибо им большое. Мои дорогие, любимые жельцы. Два участника войны осталось в живых на нашей жельской земле. 61 труженик тыла. Два узника концлагерей. Один участник блокады. Ребята, сегодня я обращаюсь к вам. Вы последнее поколение, которое может видеть наших ветеранов живыми. Помните о них. Помните и эту скорбь, эту боль. Не сидите через года. Рассказывайте своим детям, своим внукам. В год 70-летия Победы по инициативе Надали Викторовны Степины стартовала акция «Дом героя», в ходе которой жители наших сел и деревень представляли историю своего рода, дома из которого ушли солдаты на фронт. Их боевую путь. Героические поступки, за которые получены награды. И как результат, красная звезда на фасад дома героя. Сегодня акция продолжается. И владельцы 12 домов наших сел и деревень в митинге 9 мая получат символ дома героя. Приглашается Притеев Александр Иванович. Александр Иванович, сын героя Притеева Ивана Осиповича. Приглашается Павалишин Михаил Федорович, сын героя Павалишина Федора Николаевича. Он награжден орденом Красной Свезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина и другим. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны. Павалишин Михаил Федорович Дедушка погиб еще в начале войны, в 1941 году. Ушел молодым на фран... Да, он в 1906 году рождения. И в 1941 году, прямо в сентябре месяце он погиб. Я хочу поздравить наших ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, с Великим Праздником Победы. Сказать им большое спасибо за то, что сейчас над нами мирное небо. Сгибарьеву Владимиру Андреевичу! Дорогой Владимир Андреевич! Владимир Андреевич, веете меня? Нет? Мы рады, что мы сегодня с вами встречаемся. И мы отчитываемся перед вами, что сегодня на территории стельского поселения Кжельска, территориального управления, как мы сейчас называемся, около каждого памятника, а их 11, проходят торжественные митинги. С нами вместе в ряду воины-интернационалисты. Мы приехали сегодня пригласить пред вами, Карине, сказать вам огромные слова благодарности за то, что вы ховали победы в те далекие дальние годы. И мы обещаем вам, что мы никогда не забудем подвиг советского народа. Огромные слова благодарности за то, что вы живете на нашей российской, джельской земле. Низкопоклонны. Действительно, мы последнее поколение, которое знаем наших дедов, бабушек, которые прошли весь этот путь. И хотелось бы верить, что никогда это не повторится. И чтобы наши внуки, правнуки не знали. Но с другой стороны, и хочется, чтобы они все это знали и не забывали. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok